Торжественное собрание Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин Дорогие уважаемые наши ветераны, уважаемые коллеги, друзья Через несколько дней вся наша страна будет отмечать один из своих самых значимых праздников День защитника Отечества Праздник давно ставший общенародным, важным и дорогим для каждого из нас И я прежде всего хочу сердечно поздравить вас с этим знаменательным днем Для Тульской области он безо всякого привлечения особый Здесь не просто знают, что значит родину защищать А делают это на протяжении многих веков И на полях сражений, которые не раз принимала эта земля И в цехах заводов и фабрик, где по сей день продолжают славные традиции всемирно известных тульских оружейников Многие страницы истории нашей области, как всей нашей страны Посвящены выполнению гражданского или воинского долга по обеспечению безопасности Они собраны из бесчисленных примеров силы духа, самоотверженности, искренней преданности Отечеству Примеров стойкости и мужества, которыми закалялась и укреплялась российская государственность И ковалось великое право России называться и быть державой Высокое звание город-герой присвоено Туле по праву Край ратных подвигов и трудовой доблести он богат военными и рабочими династиями Семьями, где из поколения в поколение выбирают нелегкий труд своих отцов и дедов С армией, оборонной промышленностью Здесь, так или иначе, связана практически каждая семья И в каждом доме, в каждом роду бережно хранят память о своих предках Чтут их дела и традиции Сегодня, в преддверии праздника, особые слова хочу адресовать нашим замечательным ветеранам Нашим победителям Но все мы очень гордимся вами И всегда будем беречь и оставить правду о ваших подвигах и о самой войне Судьба отмеряла вам тяжелейшие испытания Но вы выстрели С честью прошли свой жизненный путь И высшим смыслом считаю благополучие и безопасность Родины Именно благодаря вам новые поколения осознают, что такое неподдельный патриотизм Что значит любить свою Родину Учиться целеостремленности, собранности и умению держать удар Жизнь тысяч и тысяч солдат Великой Отечественной Бессмертный пример для тех, кто сейчас стоит в боевом строю И для тех, кто завтра заменет в нем свое место Сегодня военная служба становится престижной Так же, как и труд на оборонных предприятиях А значит, традиции ратного и оружейного дела не прервутся И День защитника Отечества всегда будет по-особому близок сердцу каждому тулякам Еще раз поздравляю всех, кто сегодня собрался в этом зале Всех, кто находится на трудовом и боевом посту Ваших родных и близких, которые обеспечивают покой и порядок на вашем семейном фронте Свои заботы дают вам уверенность в себе И возможность полностью отдаваться работе и службе Для меня большая радость и честь вручить сегодня заслуженные награды Выдающимся жителям Тульской области Я вас благодарю за внимание Давайте приступим к награждению Государственные награды Российской Федерации Награды Тульской области Вручает временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин Борис Владимирович Карпов Начальник отдела научно-производственного объединения «СПЛАХ» Алексею Анатольевичу Веслогузову Заместителю генерального директора Директору производства акционерного общества «Щегловский вал» Галине Михайловне Волховской Инженеру-конструктору Тульского патронного завода Почетное звание Заслуженный конструктор Российской Федерации Присвоено Виктору Архиповичу Киселеву Начальнику отделения конструкторского обеспечения разработок Научно-производственного объединения «СтрелАХ» Андрею Викторовичу Сухомлинову Гвардии полковнику командиру войсковой части 33-842 Я еще раз поздравляю наших награжденных Всех вас с наступающим праздником Спасибо вам большое за то, что вы делаете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!